Стреляющий нож разведчика ОЦ-54 комплект Мощнейшее личное оружие ближнего боя Великолепным личным оружием ближнего боя, позволяющим проводить молниеносную ликвидацию членов террористических групп, на сегодняшний день продолжает оставаться стреляющий нож ОЦ-54 комплект, отвечающий всем требованиям скрытно носимого, но достаточно эффективного оружия разведчиков. Вместе со специальным чехлом, такой комплект позволяет членам разведывательно-диверсионных групп российского спецназа проводить длительное время в наиболее неблагоприятных природных условиях, ведя подготовку к проведению специальных операций. Система комплекта включает в себя пилу с крупными зубьями, топор и сумку с отделениями для шила и других принадлежностей, необходимых для поддержания жизнедеятельности разведчиков в тылу врага. Кроме того, ОЦ-54 представляет собой собственно боевой нож с длиной клинка 16 см, который схож по своей конструкции со штык-ножом автоматов Калашникова АК-47 и АК-74, в изготовленную из электроизоляционного материала рукоятку которого вмонтирован специальный ударно-спусковой механизм, позволяющий вести одиночную стрельбу патронами различного калибра. Для этого достаточно оснастить комплект стволом необходимого калибра. Известно о выпуске стреляющих ножей ОЦ-54, приспособленных для стрельбы боеприпасами 7,62х42мм СП-2 и СП-3. Патроном 5,45х18мм МЦП, а также стандартным патроном пистолета Макарова 9х18мм ПМ, тем не менее, большая отдача чрезвычайно эффективного патрона калибра 9мм заставила конструкторов отказаться от производства подобной модификации комплекта. В отличие от других вариантов стреляющих ножей, стрельба из ОЦ-54 ведется в направлении конца клинка, что позволяет значительно повысить точность прицеливания и уведомления. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Подобное конструкторское решение повысило безопасность данного типа оружия, поскольку в первых вариантах стреляющих ножей фиксировались случаи саморазрушения пластиковой ручки при выстреле и отделении клинка от рукоятки. По этой же причине, наиболее приспособленным для стрельбы из данного вида оружия был признан бесшумный боеприпас 7,62х42 мм СП-3, пороховые газы которого не выходят из гильзы, сдерживаемые застревающим в ее горловине поршнем. Использование этого патрона обеспечивает ведение бесшумной и беспламенной стрельбы, что очень высоко ценится ведущими боевые операции в глубоком тылу врага разведчиками. Спусковая клавиша ударно-спускового механизма ОЦ-54 расположена в передней части рукоятки над стволом, что делает очень удобным процесс нажимания на нее большим пальцем руки. Процесс перезарядки огнестрельного модуля комплекта проводится после извлечения клинка, а безопасность, при помощи неавтоматического флажкового предохранителя. При необходимости, вместо клинка в ручку можно вставить пилу с крупными зубьями или топор, которые повышают возможность выживания разведчиков в сложных климатических условиях. Конструкторы предусмотрели использование нерегулируемого прицельного приспособления комплекта, состоящего из гребня мушки, расположенного на стволовой муфте слева от спусковой клавиши, а также паза на поверхности ручки, выполняющего роль целика. Тем не менее, сотрудники разведывательных подразделений, использующие данный вид вооружения в условиях максимально близкого соприкосновения с противником, пользуются этими прицельными приспособлениями чрезвычайно редко, предпочитая вести огонь на вскидку. Конструктивные особенности данного вида оружия ближнего боя предусматривают, что наибольшую эффективность выпущенная из стреляющего ножа пуля будет иметь на расстоянии до 10 метров, хотя используемый боеприпас СП-3 позволяет вести точную стрельбу на расстоянии до 25 метров. Тактико-технические характеристики стреляющего ножа УЦ-54 комплект Калибр – 7,62 мм Используемый боеприпас – 7,62 на 42 мм СП-3 Длина оружия – 310 мм Длина клинка – 160 мм Ширина клинка – 29 мм Толщина клинка – 3,5 мм Система питания однозарядной не автоматической Масса ножа – 600 граммов